Это был человек буренатиска. И вот, кстати, что он сам говорил по этому поводу, вот в этих словах он весь сам. Я просто живу и действую так, как я считаю нужным. Может быть, это и есть элемент какой-то богемности. Все великие люди, почти всех можно назвать инакомыслящими. Моцарт совершенно выпадал из своего времени. Джордана Бруно погиб, защищая идею, сколько травили Галилея. Без этих, так сказать, богемщиков мир не пойдет вперед. Надо действительно получить по голове от своего времени, чтобы потом будущее тебя признало. А по-другому не бывает. Новые идеи шокируют и пугают. Вообще людей пугают все неизвестное. Это, естественно, природный инстинкт. Относиться с шипами ко всему новому. Я пытаюсь придерживаться ни в коем случае не советской школы, потому что дело в том, что советская школа... Ну, я очень благодарен педагогам, которым меня научили играть. Но, к сожалению, стиль Московской консерватории и каких-то других вузов, не только России, но, скажем, еще бывших соцстран, они уничтожали личность и индивидуальный подход к музыкальным трактовкам. Были созданы определенные стандарты, как нужно играть Шопена, как нужно играть Бетховена, как нужно играть Чайковского и так далее. Чтобы описать советскую школу пианизма, это прежде всего антивиртуозность, сдержанные темпы, много педалей, совершенно ненужное темповое отклонение, кривляние за роялем, поджимание плечей, выделывание страшных физиономий, что на человека просто во сне приснится лопатой, не отмахаешься. После того, как увидишь, как этот человек бедный изворачивает свое лицо за роялем. И обязательно задеть фальшивые ноты, чтобы показать, что ты не робот, а живой человек. Ну и, естественно, оплевать совершенно всю клавиатуру своими страстями, слюнями. Катастрофическое вообще. Куда педагоги смотрят, я не могу понять. В своем стиле я предпочитаю придерживаться представителей старой. Я не хочу назвать школу, я хочу назвать подходу, потому что у каждого пианистов и музыканта был свой собственный подход к произведениям. А имеет ли право этот подход на существование, уже доказывался во время игры. Я предпочитаю ориентироваться на мастеров конца 19-го, начала 20-го столетия. Таких, как Сергей Рахманинов, Симон Баррер, Игнаций Фридман, Владимир Горовиц, Йосиф Хоффман. Кстати, когда-то Горовиц тоже сказал... Его спросили, как вы относитесь к советской школе пианизма. Он сказал, они все одинаковые. Единственный человек, который смог спастись от полного угнетения личности, это был Святослав Рихтер. Ну, естественно, я полностью не отрицаю вообще советскую школу, потому что у нас были фантастические музыканты, как Мария Юдина, Сафраницкий, Гилльц. Но после того, как я действительно услышал других музыкантов мирового стандарта, я немного усомнился, что восточноевропейская школа игры на фортепиано есть самая правильная. У каждого педагога своя собственная школа, свой собственный подход к стилю, к каждому произведению. Это все будет ясно после того, как он выступает перед публикой. А для чего же тогда мы все это делаем? Для группы специалистов, которые устанавливают свои правила, свои традиции, свои стандарты. Тогда нет смысла этим заниматься, потому что в первую очередь надо доставлять удовольствие людям. А вот у меня еще, кстати, есть уникальная пленка, тоже предлагаю ее послушать. Алексей рассказывает о своей дружбе с Владимиром Горовицем, с Великим. Ну вот, видите, как раз... И вы даже услышите рояль Горовица, который он привозил сюда, в Москву. После победы на конкурсе Вена Клайберна продюсер Горовица, Томас Фрост, предложил встретиться с Владимиром Горовицем. Это меня немножко ошарашило, но а почему бы нет? Господи, я всю жизнь мечтал попасть на его концерт, например, в Москве, когда он приезжал. Мне для этого пришлось пройтись по крышам, залезть на люстру Московской консерватории. Там я, кстати, познакомился с Дацией, с моей будущей женой. Нам было тогда по 15 лет. И с этой люстрой наблюдать, как Горовиц играет на фантастическом своем 503-м стенвее. Я даже подумать не мог, что, будучи каким-то студентишкой, вернее, даже ученичком, я бы никогда не подумал, что мне придется дурачиться в четыре руки с Владимиром Горовицем. У него в комнате. Мы с Владимиром Горовицем говорили по-русски о его гастролях в России. Я очень надеялся, что он не попросит меня играть, но, к сожалению, мне пришлось поиграть. Ну, где-то минут 40 я ему играл. А он же в то время не играл два года. Он даже не подходил к роялю. Это было буквально за, по-моему, месяца 4 до его смерти. И вдруг он встал со своего дивана, подошел к роялю, начал мне что-то показывать с Натей Моцарти, там, Мефисто в вальсе и так далее. А потом Шубертов о минорной фантазии в четыре руки начали играть. Провели, так сказать, творческую встречу. Где-то часа 4 мы разговаривали, играли. Была незабываемая встреча. Я ему рассказал про историю с люстрой, что я там встретил свою жену. Он говорит, я очень извиняюсь, что из-за меня тебе пришлось жениться. И еще через год, уже когда он умер, у меня был дебют в Карнеги-Холле. И мне не понравился рояль, который стоял в Карнеги-Холле. Он для меня показался слишком мелким. Напротив находится магазин Стенвей. У этого магазина огромный подвал, где находится более 20, по-моему, роялей. И мне 15 роялей предоставили на выбор. Говорили, что вот на этом рояле всегда играет Рихтер, когда приезжает в Карнеги-Холл. Вэн обожает вот этот рояль Вен Клаберн. Называли фамилии, кто на каком рояле любит играть. И один из роялей стоял как-то в полутени. Они как бы его мне дали на выбор, но, в общем, особо не афишировали. Я за него сел, и он выполнял все, что я хочу. Это было что-то невероятное. Он настолько отделялся от всех остальных. Он был невероятно легкий. На клавишу можно было дунуть, и она уже играла, в прямом смысле слова. У него не было ограничения между тихим и громким звуком. То есть минус бесконечность до плюс бесконечности. Я говорю, я хочу играть на этом инструменте, если можно его перетащить через дорогу в Карнеги-Холл. Я говорю, ты знаешь, мы для этого инструмента должны позвонить. Пять минут, я говорю, подожди. Потом они прибегают, говорят, ну хорошо, Ванда разрешила. А это была Ванда Горвиц. И это был тот самый рояль Горвиц, который я видел с люстрой 10 лет назад. И облизывался, что когда-нибудь хотя бы я могу к нему прикоснуться. И я на следующий день провел свой сольный концерт на этом рояле, который Горвиц везде с собой возил. Горвиц везде с собой возил. Ой, какая филигрань. Ну это невозможно. И вот я чувствую так, что Горвиц, да, вот где-то он за этим роялем. Да, это рояль Горвица, и на нем играет Алексей Султанов в Карнеге-Холле. Тот самый рояль, который мы выдали из этого подвала, как он рассказал. Кто писал? Это пиратская запись его родителей. Сделана буквально на коленях. Да, у него замечательный родитель. Наталья Михайловна Погорелова, скрипачка, руководитель одного из лучших в Москве детских оркестров. И Файзулхак Абдулхакович, виолончелист. Многие его ученики. Ныне студенты консерватории Московской. Замечательные родители. Наверное, обожали Алексея, да? Ну, конечно, конечно.